Почти две трети мира в изоляции. Люди пытаются найти в этом хорошие стороны. Они определенно есть. Можно использовать это время для своего благополучия. Говорят, что все остальные существа счастливы. Люди публикуют фотографии китов и дельфинов. И, конечно, вы видели этого павлина на видео. И многое в таком духе. Все это так. Но это должно происходить даже, когда мы не в изоляции. Вот какими мы должны быть, когда выйдем. Мягкими. А не топать по всей планете. Статистика говорит о 65 тысячах умерших. Но это не показывает всю картину. Ожидается. В США существует оценка, что в следующие две недели могут умереть от 100 до 200 тысяч человек. Так что статистика, которую вы видите сейчас, на самом деле не показывает всю картину. Все зависит от того, насколько ответственно будет вести себя каждый из нас. любые вольности в поведении могут стоить нам очень дорого. статистика, как пьяный человек использует фонарный столб. не для освещения, просто для поддержки. Так же здесь. Статистика — это еще не все. Она дает нам некоторое представление о том, что происходит, но не показывает всю картину. на каждые 250 тысяч случаев заражения может приходиться 2 миллиона случаев, которые только проявятся в будущем. делаются вычисления, но все эти вычисления могут оказаться неправильными. Все это зависит от того, насколько ответственно будут вести себя люди по всему миру, что они будут делать в следующие несколько недель. То, что мы сделаем на этой планете в ближайшие 3-4 недели, как человеческое поколение, определит, во что нам обойдется эта пандемия, насколько тяжелыми будут потери, или насколько незначительными они будут. определиться тем, что люди будут делать в течение следующих 3-4 недель. Сегодня, 5 апреля, сегодня Индия призвала к мгновению сплоченности. Возможно, некоторые из вас не назовут 9 минут мгновением, но в жизни страны 9 минут – это мгновение. Люди пытаются увидеть в этом какой-то скрытый смысл. Самое главное – понимать. Не имеет значения, хлопаем ли мы в ладоши, или показываем в небо, мы сделали то, сделали это, суть не в этом. Просто вся страна поднялась в едином порыве и сделала что-то, что имеет огромную ценность. Я хочу рассказать вам одну историю. Это одна из моих самых любимых историй Марка Твена. Это случилось чуть более 150 лет назад, когда никто и представить себе не мог, что однажды люди могут отправиться на Луну. Но людям казалось, что на Луне есть люди. И, конечно же, всем хотелось с ними поговорить, потому что с соседями по дому мы не разговариваем. Поэтому, по крайней мере, с лунными людьми-то нужно было поговорить. И вот придумали план. Вся планета собралась вместе, и было решено. Мы выйдем все вместе в 9 вечера. Как раз будет полнолуние, и мы скажем в один голос. «Все мы». Скажем «Кто?». Мы хотим спросить «Кто вы?», но это будет непонятный галдеж. И чтобы сделать все правильно, понадобился бы дирижер. Так что мы скажем только одно слово «Кто?». И когда все мы задействуем все свои легкие на полную, за исключением тех, у кого коронавирус. Ведь их легкие ослаблены. Если все мы задействуем легкие на полную, конечно же, они нас услышат и скажут что-нибудь в ответ. «Кто?». Итак, 9 часов вечера, апрель. Все люди в мире вышли из своих домов. Когда стрелка приближалась к 9 часам, я подумал, «Да кто я такой? Всего лишь маленький человек». И мой голос очень тихий. Вот у нее громкий голос. У него очень громкий голос. Они все там, такие большие люди с сильными голосами. А меня даже с микрофоном плохо слышно. Так что если я не скажу «Кто?», ничего не изменится. Они же все там, такие большие люди. Но все же это необыкновенный момент. Все человечество произносит одно слово в унисон. Так что мне хочется стать свидетелем этого момента. И я решил, что ничего не буду произносить, другие все скажут, все эти большие люди. А я кто я такой? Я никто. Итак, долгожданный момент наступил. И это был момент тишины на планете. Потому что в этом проблема большинства людей. Когда им нужно что-то сделать, когда им нужно внести свой вклад, они будут сжиматься и становиться такими. Сморщиваться в маленьких людей и говорить «Да кто я такой?». Я никто. Когда им нужно что-то получить, они становятся очень большими. Так что сегодня вечером не поступайте так со страной. «Да кто я такой в конце концов?». Но я хочу посмотреть, как все зажгут огни. Я просто посмотрю на это, и вы увидите темноту. Именно вы должны сделать это. Не думайте о других людях. Вы сами должны это сделать, чтобы другие увидели. Не думайте о других. Вы сами должны это сделать. Если у вас есть какое-то влияние на нескольких человек, вы должны убедиться, что и они тоже это сделают. Но если к вам не прислушиваются, если вы говорите, и никто не делает то, что вы хотите, тогда не надо. Итак, сегодня в 9 часов давайте превратим это в зрелищное событие. Забудьте о других делах. Во всей стране люди зажигают лампы. Это фантастика. Со спутника будет отлично смотреться. Пожалуйста, зажгите лампу. Если вы не можете выйти, если у вас нет балкона, нет сада, тогда зажгите лампу в доме. Но сделайте это. В этом есть и много других преимуществ, о которых мы поговорим позже. Вопросы? Садгуру, вопрос от Гуруниша. Намаскарам, Садгуру. Вы выступали во многих престижных и признанных институтах, организациях и на конференциях по всему миру. Но все же существует определенный сегмент желтой прессы, который постоянно вами недоволен и выбрасывает самый необоснованный и неуместный бред, направленный против вас. Почему вы привлекаете такую критику, которую не привлекает ни один другой духовный лидер в стране? Посмотрите, какой я. Вот почему. Сейчас начинается сезон манго. И манговые деревья усыпаны фруктами. Это сезон манго. Только то дерево, на котором полно фруктов, привлекает к себе наибольшее количество насекомых, червей, камней в свою сторону и всего прочего. Если вы дерево с колючками, у которого нет плодов, кто бросит у вас камень? Никто, никто не захочет тратить на вас камни. Но если вы усыпаны фруктами, тогда на вас будут нападать постоянно. Так что это индикатор. Барометр или термометр. Знак того, что у вас есть фрукты. И поэтому происходит подобное. Я использовал слово «термометр намеренно». Сейчас это самая ценная вещь на свете. Повсюду люди ищут термометры. Нигде не хватает термометров. Так что подобные люди не отстают от нас последние 27 лет. Все они местные. Ни откуда-то там. Они все отсюда. Я хочу рассказать вам кое-что. Возможно, многие из вас этого не знают. Какова природа всех этих нападок, которые продолжают происходить? Мы приехали сюда в 95-94 году. Примерно 65-70 человек. Очень... Как бы сказать... Очень пламенная и решительно настроенная группа людей. Тут не было ничего. Только одна хижина вон там. Только одна продолговатая хижина, в которой мы жили. Туалет был обустроен только для женщин. Мужчины ходили в лес. И в то время были люди, которые сидели там в горах и наблюдали за нами в бинокли. У меня есть такая проблема, что если я посмотрю вот так, я вижу абсолютно все вокруг меня. Я ничего не упускаю. Это тоже приносит немало проблем. Потому что если вы слепы, люди будут испытывать к вам сострадание. А если вы увидите все, они завидуют. Итак, я увидел отблеск, отражение света от бинокля. Я спросил, кто это там сидит с биноклем в горах? Очевидно, что они направлены в нашу сторону. Так что я послал туда волонтеров. Кто это такие? Мы нашли там несколько припаркованных джипов. Мы пытались поговорить с ними. Они этого не захотели. Они захотели признаваться, кто они такие. Уехали в город и начали распространять там всякие слухи про нас. Они говорили, мы увидели свои бинокли. Они там все сумасшедшие. Они там наркотики употребляют. Наверняка они делают и то, и это. Проблема была в том, что когда мы пришли, мы положили конец тому, что люди свободно занимались браконьерством в лесу. И это стало большой проблемой. Так что эта целеустремленная группа людей, у которой было свое хобби и маленький бизнес, основанный на использовании лесных ресурсов, стала вести себя с нами очень грязно. Они наняли СМИ. Не главные СМИ. Есть еще один вид СМИ. Они не работают ради рекламы или дохода, который они получают, продавая свои журналы. Потому что такие издания никто бы не взял, даже если раздавать их бесплатно. Люди их не читают. Вы даже не можете их использовать, чтобы завернуть в них еду. Потому что в них полно дерьма. И, конечно, вы не можете использовать такую газету, как туалетную бумагу. Потому что она уже грязная. Так что подобное продолжается. Есть железнодорожный путь от Саклишпура до Мангалора. 36-километровый отрезок. Колея шириной в метр. Думаю, теперь они перешли на широкую колею. На протяжении этих 36 километров находятся более 100 тоннелей и 300 мостов. Несколько раз я ходил в трек по этому пути. Я поговорил с нашими людьми здесь и сказал, «Как-нибудь нам нужно сходить туда в поход». В те дни еще не было храма, поэтому мы могли просто закрыть ашрам. Что значит закрыть ашрам? Здесь и ворот-то не было. Одна хижина. Так что мы просто завязывали веревку на входе. Другие здания еще только строились. Треугольный блок был на стадии строительства. Поэтому мы решили, что пойдем в поход на 12-13 дней. Так что все мы оставили ашрам и ушли. Сейчас трудно себе представить нечто подобное. Мы могли просто закрыть ашрам и уйти куда-нибудь. Итак, мы пошли в поход. Мы должны были вернуться обратно через 12-13 дней. Примерно на 9-10 день люди начали звонить нам, потому что все СМИ говорили о нас. Почему? Потому что мы кого-то убили, закопали и сбежали. Кого мы убили, этого мы не знали. Когда мы вернулись, уже было много шумихи. Они убили и закопали кого-то в лесу, а потом все пропали. И, конечно, все это напечатали эти газетенки. И когда мы вернулись в тот самый день или буквально накануне вечером, департамент лесного хозяйства отправился на поиски запаха, который исходил из леса. Они раскопали то место и обнаружили, что кто-то убил питона, огромного питона, снял с него кожу и закопал остальное в лесу. И все это источало этот запах. А эти люди выдумали историю о том, что мы кого-то убили и ушли. Вот с чего все это началось. Это продолжается до сих пор с похожими историями. Мы прошли долгий путь, но они, к сожалению, находятся на том же месте. Я бы хотел, чтобы они тоже двигались дальше, но они слишком глубоко увязли в дерьме. Вы не поверите. Когда были инициированы первые брамачарии, я сказал всем брамачариям-мужчинам, что они должны отправиться помогать в дом престарелых на 15 дней. А все брамачарии, женщины, должны были помогать в детском доме. Мы нашли один детдом в Каимбатуре, которым руководила одна пожилая женщина. Я оставался в этом доме, когда был в Каимбатуре. Очень простое место. Они поехали туда и остались там. Еда была очень плохой. И все они почувствовали себя плохо. У них были сильные приступы рвоты и диареи. Так что троим из них пришлось пойти в местную больницу. Сразу же эти СМИ начали писать. Все эти женщины из Йогиша, брамачарини, пошли в больницу, чтобы сделать аборт. Вот какие это люди. Что поделаешь? Они живут в грязи, и они продают грязь. И поскольку это не особенно-то и продается, они поняли, если раз в три месяца поместить мою фотографию на обложку, их газетный хлам хотя бы немного разойдется. Так они зарабатывают себе на жизнь. Что за ужасный способ зарабатывать на жизнь? Я бы хотел, чтобы они нашли лучший способ. Так что это не имеет значения, потому что я сознательно сделал себя таким, что вы можете либо любить меня, либо ненавидеть. Вы не можете быть где-то посередине, потому что я не люблю тех, кто идет на полумеры. К сожалению, эти люди даже не ненавидят тебя. Они просто пытаются на тебе заработать. Паразитическое существование. Я думал, что хотя бы в это время, когда бушует вирус, они осознают что-то. Но нет. Теперь они дискутируют и о вирусе, и о том, что этот вирус произошел из центра Йогиша. Некоторые из вас были расстроены, когда я назвал вирус уханьским. Но сейчас наши СМИ сообщают о том, что вирус появился из центра Йогиша. Не главные СМИ. Самые уважаемые источники этого не сообщают. Но эти слухи распространяет так называемая «желтая пресса». Четырех-пятистраничные статьи, и я на обложке. Не знаю, почему такого рода журналистика называется «желтой». Может, потому что она дерьмовая. Так что я снова появился на обложке этих журналов. Садгуру, следующий вопрос от Джордана. Намаскарам, Садгуру. Участились звонки на горячую линию для курильщиков, от тех, кто пытается бросить эту привычку. Несмотря на их намерения, физически очень трудно бросить из-за пристрастия к никотину. Садгуру, что вы порекомендуете людям, которые сейчас борются с этой привычкой? Это говорил не я. Медицинские эксперты говорят, что курильщики умирают от вируса быстрее. Это должно послужить лекарством. Я не пытаюсь напугать вас. Я не из тех, кто будет говорить о морали и советовать вам бросить курить. Я даже не рассматриваю это с моральной точки зрения, как это делают некоторые. Просто делать то, что вредит вашему организму, неразумно. Если вы, допустим, получаете от этого удовольствие и поэтому курите, ничего. Решать вам. Но самая большая проблема для меня – это то, что у вас появляется навязчивая тяга к самым разным вещам. Как по мне, это большая проблема. То, что вы курите, для меня в этом нет большой проблемы. Но если вы делаете что-то компульсивно, из-за тяги, в этом большая проблема. Потому что, таким образом, вы отказываетесь от эволюционных преимуществ, которые есть у человека. Мы можем делать всё осознанно. Но вы выбираете поступать компульсивно. Возможно, вы воспринимаете это как причуду или как удовольствие, маленькую радость в жизни. Вы любите табак. Вы любите курить. Я не стану вас останавливать. Всё, что я хочу сказать. Не отбрасывайте эволюционные преимущества. Потому что Мать Природа работала миллионы лет для того, чтобы вы стали настолько сознательными, осознанными, разумными, чтобы наделить вас мозгом такого размера. В наши дни люди работают над созданием автомобиля, который бы не выпускал дым. А вы продолжаете дымить. Что это такое? Если иногда вам нравится покурить, вы наслаждаетесь этим. Решать вам. Я не буду настолько вмешиваться в вашу личную жизнь. В этом, конечно, нет никакого смысла. Но не обязательно, чтобы всё имело смысл. Ничего. Но вы компульсивны. А это большое нет. Потому что тогда эти миллионы лет эволюции будут просто потрачены впустую, превратятся в дым. Буквально. Но нужно ли мне бросить курить? А что там бросать? Если бы дым шёл у вас из ушей, вам бы понадобилось лечение. Потому что что-то горит внутри. Но вы вдыхаете и выдыхаете дым. Для этого нет лечения. Просто примите решение. Вы можете только принять решение. Потому что вы видели такую рекламу, Мальборо. Вы думали, что вы настоящий мужчина, только если курите. Нет. Это не дискриминация по половому признаку. Женщины тоже могут курить. Почему вы думаете, что только мужчины могут курить? Нет? Вы тоже можете быть глупыми. Быть глупым — это не исключительное право мужчин. У всех есть такое право. Но единственная проблема в том, что глупость разными путями причиняет вред множеству жизней. Но самая основная форма глупости в том, что вы выбираете причинять вред этой жизни. Несмотря на то, что есть физическая боль и многое другое, вы по-прежнему выбираете вредить вот этому. Это происходит не по вашему выбору. Возможно, вы сделали выбор в самом начале, но дальше это сплошная компульсия. Я хочу бросить, я хочу бросить. Не делайте всего этого. Если вы попытаетесь бросить через силу, вы начнете делать другие глупости. Как-то раз, когда Шанкаран Пилай собирался ехать домой с работы, его коллега, молодая девушка, спросила его, «Ты не мог бы подвезти меня до дома?» Он по-джетельменски ответил «Да», открыл ей дверцу и все такое. Они поехали. Когда машина оказалась на пустом участке дороги, он остановился и внезапно превратился в осьминога, то есть приобрел восемь конечностей и набросился на нее. Она оттолкнула его и сказала, «Негодяй, я села в твою машину, думая, что ты порядочный мужчина, а ты что делаешь?» Мне очень жаль, я просто курить бросаю. Так что не делайте это через силу. Если вы понимаете, если вы начинаете понимать, что если автобус сильно дымит, это плохо, если дымит машина, это плохо, но автомобилестроение, его эволюция по-прежнему на таком уровне, что машины будут дымить. Не все из них работают на электричестве. Дым в автомобилестроении все еще является нормальным явлением. Мы работаем над созданием бездымных машин, но дым по-прежнему в порядке вещей, потому что в автомобилестроении мы все еще не достигли уровня, чтобы машины работали без выхлопных газов. Но вот это в своем развитии давно стало бездымным. Оно выбрасывает углекислый газ, такова его природа. Но теперь вы хотите вдыхать угарный газ или что бы там ни было. Вы просто должны понять, что это глупо. Если вы однажды поймете, что это глупо, вам не придется бросать, это уйдет само. Сейчас вы думаете, что… Особенно, когда вам 14-15 лет, когда вы курите, вы думаете, что делаете что-то действительно замечательное. Сколько бы лет вам ни было, если вы поймете, что делаете глупость, вам не придется бросать. Оно отвалится само, потому что я знаю, что вам не нравится быть глупыми. Не будьте глупцами. В 9 часов давайте зажжем, но не сигарету. АПЛОДИСМЕНТЫ СМЕХ КОНЕЦ Продолжение следует...